В разгаре важнейший этап строительства в Шушенском нового православного храма. Рабочие местных теплоэлектросетей подводят к культовому сооружению центральное отопление. Остальные коммуникации, водопровод и электричество были заведены сюда нынешним летом. С февраля этого года будущая церковь святых апостолов Петра и Павла внешне и внутренне значительно преобразилась. Оформили и утеплили центральный барабан, который располагается над залом богослужения. Вставлены окна, белые пластиковые окна у нас, как вы обратили внимание, не простой формы, а не арочной формы. Соответственно, сделаны откосы, оформлены как это положено, вставлены двери, сделана внутренняя проводка, произведено штукатурение стен на 100%. Вставлены двери, двери у нас специальные на заказ были, привезены из Новосибирска церковь, подведена холодная вода. А внутренние помещения покрыты штукатуркой. Уже можно представить, каким будет зал для богослужений и святая святых любого православного храма, его алтарь. Алтарь в слове латинское означает именно возвышенное место. Алтарь будет закрыт иконостасом, то есть это определенный ряд, на котором будут стоять святые иконочки. В алтаре могут молиться только священнослужители и послушники. Там именно непосредственно совершается богослужение, но люди, которые находятся во время богослужения здесь, они являются его участниками. А здесь уже притвор. Это третья часть святого храма. В притворе, собственно говоря, люди готовят себя к богослужению. Вот. Что мы здесь видим? Во-первых, здесь будет иконная лавка, там будет гардероб, может быть даже планируется детская маленькая комнатка. На непокрытых штукатуркой кирпичах можно увидеть написанные имена. Имена тех, кто внес посильный вклад в строительство храма, купив за символические деньги кирпичики, из которых возводились церковные стены. Очень распространенная практика, даже древняя, на стенах, на кирпичах писать имена тех людей, которые внесли непосредственно какую-то леп. Потому что регулярно возносятся во время богослужения молитвы о всех тех, кто принимал участие. В цокольном помещении храма уже сооружена крестильная купель. Она объемная и при крещении человек сможет полностью погрузиться в освященную воду. Что касается особенностей. Ну, во-первых, вода святая у нас тоже предусмотрена. Она сливается не в общую канализацию, она сливается в отдельный септик, потому что эта вода совмещена со святым миром, соединенная. Ну и, соответственно, человек принимает от этой воды благодать Святого Духа. Храм расположен в строгом соответствии с канонами православия. Алтарь обращен на восток, а главный вход, соответственно, на запад. Парадное крыльцо будет оборудовано удобным пандусом. Уже есть планы по благоустройству прилегающей территории. В прошлом году появилась сторожка, которая гармонично вписалась в общий архитектурный ансамбль. Руководит строительными работами вот уже три года шушенец Геннадий Замяткин. Все это будет зависеть только от финансовых возможностей. Тем более, что от кризис. Они вроде незаметно, скажем, месяцем ездят, покупают строительные материалы, 5-10% дорожают. Хотя сейчас проблем в строительных материалах никаких, абсолютно никаких нет. Все есть, все новое. Наверняка многих интересует вопрос о том, когда над храмом заблестят купола и раздастся первый колокольный звон. О сроках окончания строительства отец Василий говорит осторожно. Все будет зависеть от своевременности финансирования, ведь храм строится всем миром. Слава Богу, строительство храма находит отклик в сердцах и умах у всех наших жителей. Все с пониманием относятся. И поэтому те вопросы, которые можно решить здесь самостоятельно, на местном уровне, они, слава Богу, решаются благополучно. Всяческое содействие мы находим со стороны администрации и жителей нашего поселка. Ксения Соковикова, Руслан Гущин, программа «Южные горизонты». Ксения Соковикова, Руслан Гущин, программа «Южные горизонты».